Ирина Фан Юнг в туристическом бизнесе уже около 20 лет. Говорит, когда начинала свою карьеру и подумать не могла, до чего дойдут технологии. Сегодня главная тема всех туристических конгрессов – цифровизация туризма и переход на электронную путевку. Сам процесс начался уже пару лет назад, рассказывает бизнесвумен. К нему можно отнести, например, онлайн-бронирование авиа и ЖД-билетов или выбор отеля по мобильному приложению. Необходимость водить электронные путевки стала очевидно весной, когда эпид-обстановка парализовала работу туроператоров. Новая электронная система абсолютно прозрачна. Она гарантирует туристу возмещение убытков в случае банкротства туроператора. Причем гарантии двухсторонние. Оператор также оказывается в выигрыше. Даже пять лет назад многие нововведения, они, конечно же, и в сфере гостиничной, и в сфере туристической, они представляются как фантастические. Сейчас, на данный момент, нравится это или не нравится, все равно мы заходим в новую эпоху. И поэтому, конечно же, самое важное, чтобы те инструменты, которые применялись, регламентирующие документы и какие-то системы со стороны государства, главное, чтобы они, так скажем, не только позволяли обременять рынок какими-то регламентациями, но помимо этого еще и, может быть, оптимизировали многие процессы. Это тоже очень важно. А система электронного документа оборота позволяет это сделать. Каждому туристу при покупке путевки в онлайн-сервисе будет присвоен номер, под которым будут храниться данные о предстоящей поездке. Контроль за этими сведениями, а заодно и за деятельностью туроператоров будет вести государство. Сейчас проводят согласование нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать работу системы. Здесь большая зона ответственности у наших IT-компаний, у наших туроператоров, у органов государственной власти, которые регулируют этот рынок. Это они, одни предлагают эти решения для того, чтобы оптимизировать некоторые процессы, повысить их эффективность, а другие, являясь регуляторами, устанавливают правила применения этих цифровых технологий. И вот от того большого широкого консенсуса, который должен сложиться между государством, людьми, которые пользуются этими услугами, разработчиками этих услуг, продавцами этих услуг и IT-компаниями, будет зависеть степень проникновения во многом. На конференции обсудили также и другие проекты, позволяющие цифровизировать отрасль. Один из мобильных операторов продемонстрировал приложение, по которому можно отследить, в какие места Самарской области чаще всего выезжают туристы. В этом году в лидерах оказалась Сызрань и национальный парк «Самарская лука». Елена Малютина, Мария Левина, Сергей Баскин. События.